Партнер программы. Жилой комплекс «Удинский каскад». Начало новой рабочей недели на календаре на первом альтернативном информационный выпуск студии Александр Иванчиков. Здравствуйте! О чем сегодня пойдет речь? Сизифов труд. Компания, собирающаяся открыть на горе бычий горнолыжный курорт, покинет Бурятию. Выжить в кризис. Правительство Бурятии готово послушать о проблемах предпринимателей. Сразиться не в эфире и на страницах газет, а на дорожках для боулинга. Сильнейшие команды республиканских СМИ сошлись в поединке. И да, мы первые. Заплати за незнакомца. Улан-Удэнцы рискуют быть оштрафованы за листовки, наклеенные, к примеру, на своем же гараже, уличными рекламщиками. Речь идет об объявлениях, расклеенных на столбах, заборах, фасадах домов, гаражах и деревьях. Несмотря на то, что с августа прошлого года администрация города такие действия запретила, обозначив штрафы от 3 до 100 тысяч рублей, незаконной рекламы меньше не становится. За первый квартал этого года уже выписано штрафов на почти полмиллиона рублей. Кроме того, под административное наказание попадают не только распространители незаконной рекламы, но и те, на чьем имуществе расклеены листовки. Допустим, на заборе гражданина вывесили разного рода объявления, либо вывеску или указатели. Данный собственник этого забора должен в кратчайшие сроки устранить данные вывески, содрать их, убрать каким-либо образом, то есть привести в соответствующий вид свое строение. Если собственник не ликвидирует такие листовки в кратчайшее время, его ждет предупреждение или наложение административного штрафа. Законно размещать печатную продукцию можно на досках объявления в жилых домах, возле подъездов и то с согласованием управляющих компаний. Либо в специально отведенных для этого местах. На свободу по амнистии в Бурятии к 70-летию Великой Победы освободили больше 2000 осужденных. Напомню, такие меры приняты в рамках постановления президента России. Благодаря этому в нашей республике вышли на свободу из исправительных колоний 62 осужденных. Из колоний-поселения 25 человек. Даже из следственного изолятора освободили 50 подследственных. Остальная часть преступников это те, кто состоял на учете, либо имел отсрочку. Всего в список счастливчиков попали 2144 человека. И к главной теме выпуска. Сизифов труд. Компания, которая должна была устроить на горе бычий круглогодичный горнолыжный курорт, похоже, выходит из игры. На днях Минэкономразвития подало иск в арбитражный суд Бурятии с просьбой взыскать с резидента Байкальской гавани почти полтора миллиарда рублей. Причина – нарушение условий договора. Инвестор обещал создать туристическую Мекку, но не получилось. Наша съемочная группа отправилась в Прибайкальский район, чтобы найти хоть какие-то следы пребывания резидента. А заодно выяснить, есть ли вообще шанс у Байкала стать центром притяжения иностранных и российских туристов. Гора бычья на основании детальной технической оценки имеет потенциал для создания высококачественного всесезонного курорта и горнолыжного комплекса. С достаточным количеством трасс всех категорий, предоставляющего гостям условия на уровне лучших мировых стандартов для горных лыж и сноубординга. Вот так должна была выглядеть гора бычья в ближайшие несколько лет. Огромное количество трасс, способных принять до 65 тысяч катающихся одновременно. Сотни коттеджей и отелей, рестораны и другие центры развлечений. В год на курорт должны были съезжаться до одного миллиона человек. Но этим грандиозным планам не суждено пока сбыться. Все, что напоминает о проекте сейчас, это вот это информационное табло на трассе. Следуя указателю, отправляемся к вершине. Асфальтированная дорога тянется еще около километра, а после резко обрывается. Дальше ехать приходится по лесной местности на свой страх и риск. Вот куда нас привели наши поиски горы бычьей. Мы сейчас находимся на развилке. Здесь две дороги. Одна в плохом состоянии, по ней наша машина не пройдет. Есть еще одна дорога, огороженная импровизированным шлагбаумом. Но и здесь нас ждет препятствие. Через 100 метров буквально повалено дерево. Явно по этим дорогам уже давно никто не ездит. Несколько километров вглубь тайги и ни малейшего намеку на строительство горнолыжного курорта. Единственный из объектов, попавшийся нам по пути, вот этот деревянный сарай. И это все, что оставил инвестор после пяти лет аренды земельного участка. Впрочем, ничего другого ждать, похоже, и не нужно было. Учредителем резидента является некая компания Traver Invest Ltd, зарегистрированная на Вергинских островах. Другими словами, в офшорной зоне, где можно избежать налогового гнета. Почему же российские власти доверили столь крупный проект организации, имеющий такого учредителя и уставной капитал в 10 тысяч рублей? И что теперь вдруг заставило московских чиновников пойти на болезненный разрыв с резидентом? Гора Быща должна была уже в 2013 году вложить более 7 миллиардов. То есть на сегодняшний день этот резидент не выполняет свои условия. Если резидент не исполняет свои обязательства, мы с ним распрощаемся, потому что есть, собственно, потенциальные инвесторы, которые готовы реально воплотить свои замыслы. Впрочем, эта компания не единственная, к которой у москвичей претензии. Байкальская гавань уже лишилась двух из 14 резидентов. Схема прощания с инвесторами простая. Минэкономразвитие подает иск в арбитражный суд с просьбой расторгнуть договор и взыскать неустойку соответчика. Так было с компаниями «Байкал Актив» и «Сибирь Капитал». Такая же участь теперь постигнет и резидента горы Бычи. Высокие ожидания федералов разбились о суровой, как сибирский климат, реалии. На каждые вложенных 38 государственных рублей пришелся лишь один рубль частного капитала. Впрочем, сами инвесторы легко находят этому оправдание. Высокий сезон туристический на Байкале, он очень короткий. Всего буквально два месяца на самом деле, то есть июль-август. И любые инвестиции, какими бы они ни были, особенно те инвестиции, которые хочет видеть Минэкономразвитие России, условно говоря, на гектар по 8 миллионов рублей, они фактически при таком коротком высоком сезоне не отобьются. Словно рыбу на наживку. По мнению другого инвестора, который пожелал остаться неизвестным, государство сначала заманивает компанией сладким пряником в виде разных преференций, а потом жестко бьет кнутом. При этом сама госмашина настолько неповоротлива и слаборазвита, что говорить о быстром продвижении проектов резидентов просто не приходится. Уже на начальном этапе чиновники чинят бизнесменам немало препятствий. Там были припуны разные, вот я говорю, что не соответствует, допустим, одной изменительной системе с другой системой, да, то есть мы не могли, допустим, получить из-за этого там бумаги, да, сам договор о ренде. По срокам это вообще целая эпопея, то есть надо соглашение изменять, а соглашение изменять, это, соответственно, тоже надо заявку там на бизнес-планы измененные, на что такое, то есть, ну, бюрократия. А какой дурак будет вкладывать деньги, когда видишь, что, ну, такое творится. Приплыли, по-другому и не скажешь. Освоив 3 миллиарда федеральных рублей и еще полтора миллиарда республиканских, в Байкальской гавани, похоже, установился штиль. Резиденты не торопятся превращать побережье в туристическую Мекку, даже несмотря на все льготы и развитую инфраструктуру. Строится сейчас только два резидента. Хотя, по словам специалистов, на двух участках из пяти, в Турке и в Песках, для инвесторов уже созданы все условия. Это объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения построены, набережная, бульвар, фонтаны, уличная дорожная сеть практически в полном объеме. Мы готовы в любой момент воду, электроэнергию, тепло подавать в любой точке этих участков, в Турке, в Песках. Пока же приходится лишь мечтать о длинной очереди из инвесторов и тратить немалые средства на содержание целого комплекса сооружений Байкальской гавани. На эти цели уходит до 100 миллионов рублей в год. Да, на сегодняшний день мы вынуждены содержать эти объекты, пока не зайдут резиденты. Да, это заведомо убыточно. Но как только заходят резиденты, эти объекты полностью себя окупают. Из-за малой загруженности в Байкальской гавани не могут запустить даже очистные сооружения. Этот дурнопахнущий факт, как, впрочем, и само соседство с особой экономической зоной, особо не радует местных жителей. Была бы моя власть, я бы этих, кто строил, туда бы посадил, в это болото. А почему? Оно уже лопается, здание-то, понимаете? Там же болото было. А они взяли песком засыпали, а песок еще мерзлый был. Она же оседает, это раз. Рыба ушла, два. Все эти очисты, они не функционируют, они же выливают все. Все, и все на землю. И все идет Байкал. Я думаю, что есть свои плюсы и минусы, но как-то особо на жизнь местных жителей не отразилось, не отражается. Понятное дело, что процветает деревня, лучше стало выглядеть наше село. В Гавани почему-то туристы не останавливаются. Они останавливаются на берегу у нас в Горячинске. Года через два у нас на нашем побережье в Горячинске нечего будет делать. Там будет уже весь песок замазан мазутой, бензином и так далее. Вся будет растительность вытоптана. Помочь избежать этого должно развитие Горячинска как части турзоны. Но это не в ближайшем будущем. Московская лавочка, к сожалению, закрылась в этом году, да и вряд ли в последующие. Федеральный центр вновь раскошелится. Хотя планировалось, что столица вложит в Байкальскую гавань около 20 миллиардов рублей. В свою очередь резиденты должны были инвестировать почти 45 миллиардов. На деле же на побережье осело лишь 150 миллионов. На сегодня мы ждем сначала ответной реакции от собственных резидентов. Вот вы проявляете реально своими действиями, своими вложениями. И государство тоже начинает вложиваться. Светлана Семиренко, Евгений Козлов, Вячеслав Батоев. Первая альтернативная. В продолжении темы сегодня гость в студиях Евгений Кислов, председатель комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Республики Бурятия. Евгений Владимирович, добрый день. Мы вас позвали для того, чтобы разобраться, что же такое все-таки Байкальская гавань. Есть ли у нее какие-то плюсы, есть ли минусы у этой гавани, чего больше в этой истории? Ну, несомненный плюс – это попытка создания курорта современного мирового уровня. У нас на берегу Байкала в Бурятии. Ну, а главный минус, который я как эколог считаю – это вмешательство в первозданную природу и уничтожение ее части. Что мы потеряли с этой гавани? Ну, мы потеряли в районе устья Турки. Были уникальные такие дюнные пески с рядом редких видов растений, прежде всего. Ну, и в какой-то мере, хотя и в небольшой, это вырубка леса тоже на берегу Байкала, конечно, это чувствительно. В сюжете мы только что видели, как вообще идет строительство, да, даже больше сказать, как оно не идет, это строительство. То есть наша съемочная группа пыталась проехать на гору Бычью, дороги туда нет сейчас, несмотря на то, что гора Бычья осваивается уже продолжительное время, да. Зачем нам горнолыжный курорт, если вот совсем рядом, буквально в 250 километрах, есть замечательный курорт, который давно уже существует, гора Саболинная? Зачем нам свой горнолыжный курорт? По горе Бычья у меня сразу были большие сомнения, потому что этот вопрос не был проработан толком. Но, с другой стороны, там предусмотрены минимальные вложения в федеральных средств, а в основном речь идет о строительстве за счет средств частного застройщика, за счет частных денег. А он в процессе строительства должен создавать рабочие места и платить налоги. На мой взгляд, конечно, надо было начинать с другой стороны, скорее всего, с Горячинска, с древнего курорта, который так и остался в Советском Союзе до сих пор. То есть, несмотря на то, что рядом пытаются возвести современный курорт, современные условия создать, на уже существующие курорты никто внимания никогда не обращал. Ну, там, возможно, более сложно, потому что уже существует, так сказать, или застройка, и существует владелец, может быть, с этим связана проблема. Со стороны, конечно, легко судить. Может быть, там есть такие проблемы, к которым все это выбирается. Сейчас, по состоянию на сегодняшний день, в Байкальской гавани говорят, что создана инфраструктура, то есть построено административное здание, огорожено большое количество территорий, и на этом все закончено. Когда можно будет, на ваш взгляд, потрогать, пощупать, и вообще, настанет ли тот день, когда курорт начнет работать? Ну, есть красивые набережные, у нас у Лонуда таких нет, да, есть маяк, есть причалы, есть очистные пожарно-технические сооружения. И, кстати говоря, уже есть отдыхающие в этом административном здании, поэтому я думаю, что что-то можно уже увидеть. А сейчас, конечно, очередь за инвесторами, за резидентами, которым мешают самые разные проблемы. И смена руководства, и кризисы, и нормотворчество, все новые и новые запреты по берегам Байкала. Все это, конечно, и мешает. Но трудно сейчас, так сказать, человеку, ну-ка, вложи несколько миллиардов и построи нам тут что-то. Тут должен быть все-таки взаимный интерес, взаимные обязательства. — Все ли стороны выполняют эти свои обязательства? Я говорю про государство и частных инвесторов. — Государство, скорее всего, выполнило свои обязательства в части финансирования, хотя Вячеслав Владимирович Наговицын говорил, что последние полтора года это заморожено в связи с непоняткой, где должно быть это руководство на уровне федерации или на уровне региона. Может быть, тут невыполнение. Ну, а резиденты, конечно, слабовато вступают пока. Ну, и опять же, я говорю, что это связано с многими проблемами, в том числе независимощей от них. — Я думаю, на этом мы закончим. У нас, к сожалению, заканчивается время. Мы продолжаем выпуск. Диалог бизнеса и власти. 30 октября в Республиканском бизнес-инкубаторе состоится совещание Совета при главе Бурятии по инвестиционной деятельности. Главная цель встречи — ответить на вопрос, насколько сложно предпринимателям в условиях кризиса и какие есть препоны для развития деятельности. Сегодня в условиях кризиса и санкций импортозамещение стало чуть ли не единственным путем развития. Однако еще недавно республиканские предприниматели всегда предпочитали вкладывать деньги в недвижимость. А средоточенность инвестиций была в больших городах, коих в республике по пальцам одной руки пересчитать. Сегодня же правительство готово помочь тем, кто желает вложить свои деньги в иные сферы и не прогореть. Поэтому и презентация, которая проводится от органов местного самоправления, она и направлена на то, чтобы не говорить о красотах того или иного района, а представлять конкретные инвестиционные площадки, которые они оформляют сейчас, и приложения для того, чтобы можно было реализовать проект нашего предпринимателя от Республики Бурятия в том или ином районе. Районы, которые будут себя презентовать – Кабанский, Заиграевский, Иволгинский и Кяхтинский. Мероприятие начнется в 10 часов. Однако на нем смогут побывать не только те бизнесмены, кто уже получил государственную поддержку, но и те, кто лишь мечтает об этом. Хорошо, что ниж для развития рынка достаточно. Что касается, например, по другим видам, конечно, недостает еще это мясо по баранине, конине, то есть максимально то, что можно было бы производить. По овощам рынок пока свободен. И, конечно, ввозится такая продукция из Китая в основном, да, и часть продукции ввозится из Монголии. Чиновники отметили, что на предстоящем мероприятии хотели бы узнать, какие проблемы существуют у сельскохозяйственного предпринимательства. Однако и тут далеко ходить не надо. Например, ИП Бедуева, ферма которых находится в Волгинском районе и существует более 10 лет, этим летом пострадала ровно, как и все. Ну, а нынче засуха и сенокосных угодий все сгорели наши. Раз 5, наверное, 6 меньше, чем в прошлом году мы заготовили нынче сено. Хотя наши поголовья составляют более 100 голов. Ну, вот нынче обратились, не знаю, будем ждать, надеемся, что наше государство, наше правительство нас поддержит, нам поможет. Добавлю, что таких фермеров, как Александр, в Бурятии много, и все они надеются на помощь. Поэтому правительство в день заседания 30 октября открывает работу столов экспресс-консультаций для предпринимателей, где каждый сможет получить ответ на интересующий его вопрос. Однако, насколько ответы будут эффективными, покажет время. Светлана Шкунова, Вячеслав Батоев, Первая альтернативная. Первый снег радость принес не всем. Пока дети лепили снеговиков, водители попадали в ДТП из-за гололеда и снежных накатов. Подробнее расскажет Баир Цедыпов в рубрике «Происшествия». Город засыпают, лесные браконьеры просыпаются. Один такой ночной лесоруб был осужден Октябрьским районным судом. Установлено, что 12 июля мужчина с 3 до 4 часов утра в районе энергетика срубил 24 сосны. Эти хвойные относились к лесам городского лесничества. Преступными действиями Камольцева учреждению причинен материальный ущерб на общую сумму 136 657 рублей. Суд приговорил Камольцева к 1 году 6 месяцев лишения свободы. Условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление прокурора района, взыскал с Камольцева сумму причиненного ущерба. Первому снегу рады не все. За это воскресенье на дорогах республики случилось 3 аварии, в которых пострадали 4 человека. 25 октября в Заиграевском районе около 5 утра 26-летний водитель Тойоты Алион потерял контроль над автомобилем, слетел с трассы и перевернулся. Сам водитель и его пассажир доставлены в больницу. Почем нынче омуль? Уголовная ответственность ждет 24-летнего рыбака-нелегала. Житель Северо-Байкальска поймал 67 омулей. Это более чем достаточно для возбуждения дела. Ущерб от рук браконьера оценили в 18 тысяч рублей. И в настоящее время ведется следствие. Традиционно к Дню работников рекламы в Улан-Удэ проводят открытый турнир по боулингу среди представителей СМИ и медиарынка Бурятии. Телеканал АТВ не смог обойти стороной это событие и делегировал команду для отстаивания чести канала. Соревнование было организовано администрацией боулинг-клуба «Барракуда». Они предоставили все необходимое оборудование, судейство и награды. Все, что требовалось от участников – хорошее настроение и желание победить. Сегодня телеканал АТВ собрал команду участников для игры в боулинг. Самых сильных участников из всего телеканала АТВ, чтобы дать достойный отпор другим командам, представителям других СМИ. В составе нашей сборной выступили Борис Ангархаев, Виктор Калашников, Чингис Доржив и Дмитрий Благодарь. С самого начала все пошло наперекосяк. Дорожки никак не хотели помогать нашим игрокам. Оборудование ломалось дважды и дважды обнулялся на счет игры. Первый тур прошел успешно. Кроме того, что команда вышла в полуфинал, в сборной появилась звезда. Чингис Доржив выбил 7 страйков подряд и стал лучшим игроком турнира. А для команды успехи Чингиса явились ключом к победе. В итоге среди 27 команд на пьедестал зашли команды 2 ГИС, Ретро-ФМ и на высшей ступени наши коллеги. Памятные подарки, медали и кубок турнира прилагался. Между прошлым и будущим накануне в этногалерее Орда состоялся показ фильма Эрдени Жалцанова «Эхо». В рамках проекта «Ретроспектива бурятского кино» его участники, именитые режиссеры республики, лично рассказывают зрителям о своих произведениях и о себе. В этот раз картина, снятая 10 лет назад, получила второе дыхание и вызвала еще больше интерес к теме бурятского артхауса. Подробности в материале Натальи Китаевой. Прикоснуться к истории бурятского кино. Такую задачу ставят организаторы проекта «Ретроспектива». Фильмы, легенды, артхаус, настоящее и прошлое местного кинематографа можно увидеть, а главное – обсудить с создателями и участниками съемочного процесса. Получается некий возврат к давно прошедшим дням. С одной стороны, как бы возврат воспоминаний, с другой стороны, это признание мастеров. И в тот же момент очень много молодых людей даже не знает, кто такой Инкижинов, Дугажаб Дашиев. И вот, скорее всего, мы для этой публики организовываем вот это мероприятие. Это я. Я заблудился. Подскажите, как добраться до дороги. Фильм «Эхо», снятый в 2005 году в Джидинском районе на родине, Рдыни Жалсанова, из-за неформата имел ограниченный показ в Улан-Удэ. Тогда картина, расширяющая представление о жанре бурятского артхауса, вызвала бурную, восторженную реакцию у зрителей. Мы не ставили перед собой такую задачу сделать фильм для такого массового широкого зрителя. Прежде всего, скажем так, я как режиссер и как сценарист это мои, скажем таки, болевые ощущения вообще, что такое понимание там прошлого и сегодня настоящего. По сюжету главный герой фильма – молодой человек. Он отдыхает на речке с друзьями и после драки с ними теряет память. Оказывается, в непонятном месте в тайге, где живет молодая женщина с пятилетним ребенком и престарелой мамой. Она дает ему приют в собственном доме. Герой начинает вроде бы новую жизнь, но что-то зовет его к таинственному прошлому. Наверняка с каждым человеком происходят моменты дежавю, скажем так, когда вдруг возникает такая остановка времени, запечатлевание какой-то ситуации, и ты вдруг начинаешь смутно ощущать, что это когда-то было пройдено, прожито, пережито, и такие моменты заставляют человека задуматься над сегодняшним днем и что будет в завтрашнем дне. Показы фильмов будут проходить в этногалерее Орда до первого ноября. Следующей картиной станет работа Солбона Лгденова «Булак». Наталья Китаева, Вячеслав Батоев – первая альтернативная. В Улан-Удэ прошел фестиваль еды. Организатором выступил издательский дом «Информполис». Посмотрите следующий сюжет, чтобы узнать, что сегодня в тренде в мире еды. Гурманам и просто любителям вкусно покушать в минувшую пятницу представилась возможность посетить фестиваль еды. Площадкой для такого вкусного мероприятия стал торгово-развлекательный центр «Пионер». Мы пришли всей семьей. У нас несколько целей на сегодняшний день. Это дегустация блюд, это, возможно, даже покупка. Кстати, мы приобрели колбасные изделия. Также участвовать хотим в конкурсе на поедание пельменей. Дети и взрослые могли попробовать и оценить продукты от наших местных производителей. Сегодня приехали даже из Жидинского района, Петропавловский мясокомбинат. Присутствует селинга, присутствует бурятмисопром, присутствует здесь холл плюс. Ну, в общем, хочется, чтобы наши горожане пробовали именно продукты наших местных товаропроизводителей. Хочется, чтобы такие мероприятия повторялись чаще. И мы все покупали бы именно у своих. Мясная продукция, полуфабрикаты и деликатесы, выпечка, пицца, осетинские пироги и сладости – далеко не полный список вкусностей, которые можно было попробовать и приобрести. Но самым популярным продуктом оказались грибы-вешенки. Грибы выращивают непосредственно в лануде, так что за качество и свежесть продукта можно не переживать. У нас есть производственное помещение, специальное для этого оборудованное, в котором поддерживаются климатические условия, все необходимые для выращивания данного гриба. Сегодня мы хотим наш грибок представить на пробу. Кроме хлеба были и зрелища, танцевальные номера, вокалы, конкурсы. Среди присутствующих были разыграны пять продуктовых корзин. Фестиваль такого формата проходил впервые, и, как отмечают организаторы, все было на высшем уровне. Одним культурным событием в республике стало больше. Юлия Самсонова, Евгений Козлов, первая альтернативная. На этом информационный выпуск завершен. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Здесь просто хочется жить. Квартиры в живом комплексе «Удинский каскад» на Трубачаево. С огороженной территорией подземной автостоянкой и детской площадкой. «Удинский каскад» 60-18-30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...